Сделать креативные арки из платков, бумаги, скакалок и даже мечей. Казалось бы, невыполнимая задача может реализоваться в считанные минуты. Это яркий пример нестандартного мышления, творческого подхода и командной работы. На своем классном часе Ольга Вячеславовна Васильева раскрывает эти способности у ребят. Дети показали себя, проявили себя, показали все свои способности, но самое главное, они, наверное, научились работать в команде. Они научились проявлять свое творчество, они попытались научиться критическому мышлению, что очень сложно. Но и, конечно же, для них это важно, потому что они являются выпускниками, впереди будущие профессии их ждут, а они уже должны быть готовыми и войти очень смело в будущую свою жизнь. Ребята усвоили главное. В постоянно меняющемся мире человек должен быстро обучаться, подстраиваться под новые технологии, знать, как их использовать и как их применять. Это залог успеха не только в профессиональной деятельности, но и в жизни. На самом деле это удивительный урок, потому что это удивительная возможность познакомиться с концепцией 4К, креативное, критическое мышление, кооперации, коммуникации, развить необходимые навыки для нашей продуктивности. Поэтому, по сути своей, по правде удивительное мероприятие. Было очень интересно, в первую очередь, мне очень понравилось то, что мы пробуем себя, в первую очередь, то, что мы пробуем, как-то развиваемся, ну, что-то новое. Я всегда считаю, что не хватает всегда теоретического материала. Также теоретический материал надо применять на практике, как сегодня мы применяли, коммуницировали, правила 4К мы учитывали. Это все очень здорово. Свой креативный подход к образованию педагог активно применяет на уроках. Положительный результат налицо. Ольга Васильева стала победителем на муниципальном этапе конкурса «Классный-классный». Коллектив желает ей победы на следующем этапе. Конечно же, подготовка к такому конкурсу – это очень ответственная и командная работа, поэтому весь коллектив солидарен с участием Ольги Вячеславовны, помогает ей в этом. Поэтому я ей желаю, конечно же, только успехов и победы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».